Здравствуйте! Сегодня у нас в студии начальник отдела промышленных предприятий администрации города Анатолий Кныш. Мы обсудим положение дел в отрасли, новые возможности и перспективы ее развития. Анатолий Валентинович, приветствую! Добрый день! Какие отрасли промышленного производства сегодня представлены в городе? Ну, если, наверное, перечислять только даже в отрасли, то есть их только по управлению промышленности 13 промышленных отраслей. И еще плюс по другим управлениям, то есть еще порядка, наверное, шести. Но если основные взять, то это, наверное, производство машинных механизмов, это такие заводы, как Дальэнергомаш, как завод имени Горького. Если по химическому производству, то Дальхимфарм. Если, допустим, по транспортному машиностроению, то это Хабаровский завод судостроительный. Ну, в общем-то, Хабаровская рэпфлота. То есть только одно перечисление этих предприятий будет, наверное, пожалуй, займет сотни таких предприятий у нас в городе. То есть, в принципе, на сегодняшний день еще к этим же относятся к предприятиям промышленности. То есть это такие отрасли, как производство воды, газа, пара, то есть, соответственно, гор, водоканал, тепловые сети. Вот относятся тоже так же к промышленным. Относятся еще и вплоть до того, это по новому закону о промышленной политике, это переработка отходов. То есть, допустим, спецавтохозяйство городское тоже относится к промышленным предприятиям. Вот первый блок, который вы перечислили, как вы оцениваете их состояние? Состояние их оцениваю не самым лучшим образом. Естественно, как говорится, я человек все-таки выходец с эпохи советской. Поэтому я примерно знаю, какие у нас были предприятия и в каком они состоянии сегодня находятся. То есть, им их уже нет, а другие не в самом лучшем виде находятся. То есть промышленность сейчас изменилась. То есть, допустим, если Хабаровск раньше был достаточно промышленным городом, то на сегодняшний день, скажем так, это больше, наверное, логистический центр, я бы его так называл. Но, тем не менее, промышленность есть. Только именно на промышленных предприятиях города работает где-то порядка 20 тысяч человек. И, в принципе, на сегодняшний день они пока дают где-то в казну города, ну, порядка, наверное, 15% налогов. То есть, в принципе, это достаточно весомая величина вообще во всех отношениях. Как в людском плане, как в плане, так и в плане тех же самых налоговых поступлений. Существует ли какая-то программа, которая направлена на развитие производства? Мы подготовили и вот 30 июня приняли программу поддержки промышленных предприятий. Ну, там написано, правда, субъектов хозяйственной деятельности в сфере промышленности. Ну, смысл один и тот же. То есть на 2016-2020 год. Вот эта программа принята и в развитии ее мы уже там разрабатываем положение субсидирования тех или иных направлений деятельности. Какие направления будут субсидироваться? В основном будет, здесь я сразу могу сказать, программа не только защищена финансово, там есть еще и другие организационные мероприятия. Но если касается финансов, то финансироваться будет в первую очередь создание новых производств, создание новой продукции, создание инженерной инфраструктуры. Потом финансирование будет производиться индустриальных парков, субсидирование будет производиться по линии поддержки научно-исследовательских проектов и проведения опытно-конструкторских работ. Затем субсидирование также предусматривается на поддержку экспортного потенциала предприятий и на переобучение кадров. А какой процент субсидирования и какие виды производства будут субсидироваться и финансироваться? Ну, так скажем, само финансирование программы получается где-то 70 миллионов на вот эти 5 лет. Реально оно начнется с 2017 года, то есть со следующего года. По распределению могу сказать, что, допустим, самое простое распределение у нас по поддержке индустриальных парков у нас предусмотрено 5 миллионов каждый год. По поддержке производства, непосредственно производства, создания инфраструктуры и создания новой продукции предусмотрено порядка 7,5 миллионов. И потом на поддержку научно-исследовательских проектов где-то порядка 1,5 миллионов в год. На поддержку экспортного потенциала около 300 тысяч и на поддержку, как говорится, переподготовки кадров 250 тысяч в год. Вот такие вот примерно деньги. Но кроме этого я хотел бы еще сказать, что, понимаете, здесь есть ряд мероприятий, которые будут проводиться без финансирования. Это речь идет о создании государственной информационной системы промышленности. То есть будут заноситься все, где-то и малозначимые, допустим, для обычных граждан, сведения о тех или иных предприятиях промышленности. Ну и, естественно, их основные параметры, которые нам потом позволят, естественно, понимать, в каком состоянии находятся предприятия. И, соответственно, как бы запланировать о том, как оно будет дальше развиваться. Вот примерно так. Вы напомнили мне об индустриальных парках. Да. ТАСЭР Хабаровск. Насколько является драйвером для развития производства и промышленности? Ну, сразу начну с того, что индустриальный парк и ТАСЭР – это принципиально разные вещи. То есть индустриальный парк – это вообще-то промышленная площадка, то есть для создания новых производств. У нас на сегодняшний день их два официально зарегистрированных. Это индустриальный парк «Авангард» и индустриальный парк «Далянаргамаш». И еще готовится к регистрации у нас индустриальный парк «Хабаровский завод строительной керамики». А ТАСЭР – это, что называется, совершенно другая форма работы. То есть это фактически, скажем так, не территориальное название. Это речь идет о том, что создается образование, где под инвестиционные проекты будут предприятиям представляться льготы. Льготы, которые позволят им, наверное, сократить их расходы существенно до 30%, как если бы они занимались этим в обычной своей жизни. То есть и поэтому, допустим, сам по себе ТАСЭР привлекает многих. Не только, допустим, наших инвесторов, как вот, допустим, Тихон Николь он привлек, но и иностранных инвесторов. Они очень серьезно рассматривают вопрос о том, чтобы передислоцировать то ли производство, то ли инвестировать то ли иное производство, которое будет в городе. Могу сказать, что этот процесс только начался. Поэтому, допустим, на сегодняшний день какие-то подводить результаты было бы, наверное, абсурдно. Но само направление абсолютно верное. То есть, в принципе, ТАК, наверное, выходил из своей разрухи, наверное, по большому счету Китай. Это было в начале 80-х годов, и результат тоже не сразу проявился. Он, наверное, пожалуй, сыграл спустя лет 15, так по большому счету, когда все уже видели результаты. Нечто подобное будет происходить и у нас. Но уже само по себе, то, что, допустим, предприятие начинает у нас постепенно в ТАСЭР заходить, то есть появляются у нас резиденты, появляются у нас новые производства, соответственно, это даст такой кумулятивный эффект. Он, соответственно, сработает на то, что и другие будут заинтересованы именно войти в эту экономику, которая позволяет им с наименьшими издержками произвести продукцию на мировом уровне. Кроме преференций в ТАСЭРах, особенности инвестирования в производство в Хабаровске какие еще существуют? Ну, я думаю, что те же самые индустриальные парки, они ведь тоже развиваются, они тоже дают, как вам сказать, они самое главное, что они дают инфраструктуру. Ведь сегодня провести, как говорится, в одиночку привязку к тем или иным инженерным инфраструктурам довольно сложно. А там это все будет выдаваться, как говорится, в готовом виде, как пирожок, который взял да и съел, как говорится. А тут совершенно ситуация будет иная. То есть, пожалуйста, ты садись, тебе уже все, все, что необходимо для твоей работы, тебе уже будет представлено. То есть, я могу сразу сказать, что, вы знаете, вот мне в жизни своей приходилось проводить согласование тех или иных объектов для нашей собственной деятельности по промышленности в самой администрации. Это настолько сложное дело, что я никому не позавидую этим заниматься. А когда в индустриальных парках это будет уже как в готовом виде, вы просто не представляете, насколько это облегчено. Единственное, что здесь не совсем пока понятна экономика у каждого объекта. То есть, допустим, люди представляют те или иные площадки. То есть, вот не совсем понятен вопрос, сколько это будет стоить. То есть, вот здесь я, когда начинаю разговоры вести с каждым индустриальным парком, все примерно так говорят. Вот какой будет инвестор, такой будет разговор. Вот с каждым мы отдельно определимся, сколько он будет платить за что. И я сразу могу сказать, это не только наша практика. Наши представители, как и управление промышленности, управление экономического развития, департамент архитектуры, муниципальные собственности, ездили по стране и, в принципе, выясняли, где, как решается проблема создания индустриальных парков. Я могу сказать, что примерно везде она такая достаточно непрозрачная схема. То есть, у каждого свои особенности, каждый завлекает своими какими-то, опять же, экономическими условиями. И, соответственно, каждый, кто к ним придет, тот и будет считать экономику. И появление того или иного предприятия, допустим, на территории того или иного индустриального парка говорит о том, что там его эти условия привлекают. Ну, могу так сказать, что у нас фактически где-то идет развитие. И, допустим, на первом индустриальном парке «Авангард» у нас уже есть примеры того, как люди сами себя развивают. То есть, допустим, если там, допустим, к вопросу о новых производствах. Я думаю, в любом случае, этот вопрос бы последовал мне, поэтому я лучше сразу его и скажу. То есть, допустим, там не только же ведь теплицы у нас находятся. Там находится такое замечательное предприятие, как «Энергоимпульс Плюс». Замечательное оно в чем? Потому что оно, наверное, пожалуй, единственное на Дальнем Востоке, которое производит такую продукцию. В принципе, как вам сказать, на уровне, я бы сказал, мировом. То есть, я не спорю, там не только комплектующие наши, там используется и Сименсская аппаратура, используется и Шнейдеровская. Но, тем не менее, проблема в другом. В том, что они делают то, что, в принципе, на таком уровне никто больше не делает. И вот самое главное, что это предприятие, оно является какой-то базой, отправной точкой для создания новых предприятий. Допустим, вот здесь есть такая затрагивается очень интересная тема, как, допустим, импортозамещение. Допустим, речь идет о тех или иных изоляционных, электроизоляционных элементах. То есть, которые, в принципе, как можно сказать, раньше у нас не производились. А теперь предприятие, фактически, как-то у себя создало участок, она, в базе этого участка, она будет производить уже дальше эти элементы в большем-большем количестве и в большей-большей комплектации. И самое главное, что, в принципе, предполагается, что будет создано новое предприятие. Они уже об этом заявили. То есть, которое будет заниматься только этим направлением деятельности. К вопросу импортозамещения. Насколько режим санкций дал большой толчок развитию отрасли? Ну, будем так говорить. Она, может быть, не оригинален. Но я бы, наверное, в чем-то мечтал, чтобы эти санкции были навсегда. Почему? Потому что именно так, пожалуй, нам придется заниматься нашим собственным производством. Пока, пока, на сегодняшний день, я думаю, что мы только-только в самом начале пути. И дай Бог бы, чтобы это продолжалось. Почему? Потому что, в конце концов, мы научимся производить то, что мы производили раньше. Слава Богу. Анатолий Валентинович, спасибо вам за информацию, за ваше особенное мнение. До свидания. Спасибо. Ну, и вам большое спасибо за то, что пригласили, за то, что дали высказаться возможность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!